Поехали. Кадровый голос в промышленности. Сначала хотел сказать, что трудно комментировать. Мол, я эту книжку не читал, поэтому комментировать не могу. Но приведу пример. Мы недавно ездили с гастролем в Брянскую область. И там военный завод. Это что-то. Еще года три тому назад он совершенно был фактически мертвый и так далее. Ну, пришел хороший руководитель. И они за прошлый год сделали, слушайте внимательно, 700% прибыли. 700%. Так не бывает. Но здесь было. Но вы идете по заводу, здесь стоят 22 век, стоят станки по миллиону долларов и так далее, роботы. А здесь, когда выходишь на старую территорию, как в 41-м году, можно кино снимать. Но они развиваются, и люди пошли. Он градообразующий, поэтому какой кадровый голод? У них свои техникумы, институты. Важно, не знаю насчет кадрового голода. Кадры делают сами люди куют. Не знаю. Кадровый голод. У нас кадровый голод на дворников. Опять же. Приходится брать мигранта. Туда вот никуда. А если работаешь, стоишь на этом станке из 22 века вообще, и получаешь хорошую зарплату, да кто откажется? А еще и в тапочках белых, и чуть ли не в маске.